Всем привет! Изначально это видео задумывалось развлекательным. Я написала в свой телеграм о том, что хочу услышать от вас какие-то интересные истории касательно вашего творчества, может быть, что-то такое происходило. И, конечно же, я рассчитывала на какие-то веселые или забавные истории. Но по итогу, когда я стала ваши истории читать, я поняла, что веселья там будет мало. Так что приготовьтесь к этому. Вполне возможно, будут какие-то триггерные темы для вас. Я предупредила. Заранее я их не отбирала, и сейчас вместе с вами буду читать впервые. Надеюсь, вы к этому готовы. У меня как-то купили рисунок, чтобы при мне выкинуть его в мусорку. Думаю, это подходит под трэш. Я даже представить не могу, какова была идея, и зачем вообще подобное можно сделать. Возможно, есть какая-то предыстория, хотя, мне кажется, оправдать это в любом случае никакой предыстории нельзя. Но все равно мне было бы интересно услышать эту историю целиком, поэтому человек, который это написал, если ты смотришь это видео, пожалуйста, под этим видео расскажи, пожалуйста, подробнее, как вообще такое могло произойти. Для меня это, на самом деле, довольно-таки триггерно, потому что раньше мне приходилось довольно-таки часто лично встречаться с людьми, для которых я рисовала на заказ. И это было жестко каждый раз, потому что, ну, ты видишь человека вживую. И у меня бывало такое, когда я видела, что человек явно недоволен моей работой. И это очень сильно травмирует, потому что лично я не удовлетворена тогда работой. И там даже несмотря на то, что мне заплатили деньги за эту работу, она меня совершенно не радует. Тогда был у меня такой нерадужный опыт, и ты просто идешь и вспоминаешь лицо человека, который явно недоволен, и думаешь, блин, какого черта, лучше бы я вообще за эту работу не бралась. И когда твою работу, ну, не просто недовольны ей, а выбрасывают ее при тебе специально с целью обидеть тебя, как бы понятно, да, что только такой могла быть причина. Это вообще, конечно, мне кажется, это страшно. Я думаю, что очень для многих людей это было бы очень травмирующим событием. Для меня в том числе. «Моя мать в Инстаграме выдавала мои работы за свои». Рубрика «Родственники даны нам для того, чтобы портить нам жизнь». Сразу вспомнился фильм Тима Бёртона «Большие глаза», где мужчинка выдавал работы своей жены за свои работы. Если вдруг не видели его, посмотрите, довольно-таки трогательное кинцо. «Быстренько хочу прерваться и сделать объявление». Было очень много запросов касательно открыток с моими иллюстрациями. И вот, наконец-то, они появились. Среди всего остального мерча, теперь помимо украшений, стикеров, свечей и всякого такого прочего, есть открытки, они маленькие, небольшие. Так что, да, заглядывайте в магазин, оставлю вам на него ссылку внизу в описании. И, пожалуйста, помните, что таким образом, приобретая мой мерч, вы очень сильно меня поддерживаете. И спасибо вам большое за это. Я росла очень закрытым ребенком и никому не показывала свое творчество. Однажды к нам из Москвы прилетела моя старшая сестра, и она с моей мамой очень интересовалась моим творчеством. Но я решительно не показывала им ничего, и они решили украсть мой телефон и посмотреть все рисунки. А чтоб я не пыталась сопротивляться, они угрожали мне, что выбросят мой телефон с окна четвертого этажа. Рубрика про родственников продолжается. Я иногда в шоке от того, насколько жестокими оказываются самые близкие люди. Ведь, по сути, самые близкие люди – это семья, мама, папа и так далее. Да, бывает такое, что для кого-то самый близкий человек – это подруга, парень, девушка, муж, жена, неважно. Но, по сути, безусловную любовь нам могут дать только родители. И то, в основном, только в детстве. То есть человек, который не получил безусловную любовь от своих родителей в детстве, он не получит ее больше ни от кого. Ну, как бы, такова реальность. В реальном, во взрослом мире так не работает. Ну, никто не будет обожать и любить вас полностью и всецело, просто потому, что вы существуете. Как бы сильно нам всем этого не хотелось. Единственный человек, который может вот так вас любить – это ваши родители. И когда родители делают вот такое, полностью подрывая доверие своего ребенка к себе, это очень грустно, потому что мир и так очень злой, и мы, по сути, никому не нужны в нем. И когда самый близкий человек с тобой так поступает, это, конечно, тоже наносит свои травмы. И, мне кажется, это такой сильный отпечаток. Ну, ничего страшного. Зато, когда вырастаешь, можно отомстить. Имейте на это полное право. Помню, в колледже меня учителя попросили нарисовать картину про тему «Мы против коррупции». Конкурс был государственным. Я нарисовала работу, отдала на этот конкурс, заняла там второе место, и мне дали диплом и 3000 рублей. Это был выигрыш. Учителя схитрили и захапали себе 2000 со словами «Мы тебе помогли». Хотя всю работу от начала до конца делала я. Я думаю, что, ну, никаких комментариев не требуется, да? Все все и так понимают. Сижу я у пруда в своем поселке летом, пишу акварелью пейзаж, и тут ко мне подходит парень с племяшкой. Знакомиться спрашивает про рисование, берет мой контакт, чтобы якобы заказать у меня рисунок. Я уже обрадовалась будущим бабкам, но в переписке я поняла, что он просто захотел склеить меня. Конечно, ничего не вышло. И затем, где-то через год, я вижу на его стене крайне странное сообщение по типу «Я не виновен, это клевета, только бог мне судья, вы мне не судьи». Мне кажется, здесь что-то криминальное. Проведя расследование по местным пабликам и новостям, я выясняю, что он, во-первых, уже отсидел в тюрьме за криминал, во-вторых, он главный подозреваемый в двойному убийстве и угоне машины, которое произошло прошлой ночью. Я просто охренела, обычный парень, который гулял с племяшкой и хотел, чтобы я его нарисовала, оказался убийцей-рецидивистом. Наверное, я бы шокировалась, если бы в моей жизни мне не попадались бы подобные люди слишком часто. Я вообще иногда думаю о том, чтобы снять видео о странных людях вокруг меня, которые периодически появлялись в моей жизни. Там, в принципе, есть о чем рассказать, я просто не знаю, в каком формате это сделать, так чтобы никого не обидеть. Не знаю, интересно ли вам узнать о моих странных поклонниках, сталкерах, так скажем, и... Да, они присутствуют. Надеюсь, я не сделаю хуже, и меня не прикончат после этого видео. Напишите в комментариях, если вам это интересно. И никогда не разговаривайте с незнакомцами у пруда. В шараге, в которой я училась, некоторые родители религиозны. Были истории, когда студент имел большие успехи и талант, и на третьем курсе его забирают оттуда, потому что вы что там голых людей рисуете, это не по-христиански. Так уж вышло, что, наверное, для большинства людей это табуированная тема, да, если не считать какие-то творческие атмосферы, потому что, мне кажется, в каждом творческом направлении так или иначе есть тема обнаженки. Это и театральное какое-то искусство, да, и уж тем более это художественные вузы, где сидят модели голышом, да. Я думаю, что для обычного рядового человека это действительно какая-то дикость, потому что, о господи, какой кошмар, что эти художники вообще вытворяют. Кто-то приходит и что голышом садится на постамент, а другие, еще хуже, наблюдают часами, пристально и рисуют это. Простите, что у вас здесь происходит? Мой колледж жопился на натурщиков, потому что им же деньги надо платить, да. И поэтому у нас студентов снимали с пары, нам студенты позировали. И однажды у нас позировал мальчишка на курс младшая, он был такого атлетического целосложения, и он на нем, ну, нижняя одежда на нем была, а торс был голый. В основном там у нас акцент был именно на торс. Так нам еще и говорили, трогать его, простите. Ну, типа вот эта тема, чтобы лучше понять форму, подойди, посмотри поближе, потрогай. Нет, а что, с кувшином так можно, а с человеком нельзя. Какая разница, товарищи? Искусство. Я из маленького города, в котором приблизительно одна школа искусств с художественным отделением. Так вышло, что я поступила туда в третий класс, будучи в обычной школе, уже в восьмом. Так что все остальные были младше меня, и я в основном тусила отдельно. Так вот, в эту группу поступил мальчик, у которого явно был интерес и способности к рисованию. Но у него были какие-то особенности развития. Не знаю, что именно, но проблема была в том, что он не всегда мог вести себя нормально. Он часто отвлекал и раздражал остальных. Разумеется, у обычных преподов художки не было ни квалификации, ни возможности работать с ним отдельно. А какого-то специального сопровождающего у него также не было. Короче, никто не понимал, как себя с ним вести. И однажды группа девчонок, напоминаю возраст 3-5 класс, в отсутствии преподавателя просто загнала его под стол и не выпускала до конца занятия. После этого он перестал ходить, и мне до сих пор с этой историей как-то неприятно, потому что он вроде как не был виноват в том, что он такой, какой он есть. Но в итоге не смог развивать свои способности, потому что для этого просто не было условий. Это очень грустно. К сожалению, наша система образования, она вообще нулевая в плане поддержки детей с особенностями. И это очень большая проблема. Когда я училась в школе, в моем классе было два особенных ребенка. И им тоже было очень тяжело. И тяжело было не только им, тяжело было вообще всем. Тяжело было преподавателям. Тяжело было нам, потому что там это нас очень сильно отвлекало. И вообще в целом это превращается все время в какой-то непонятный жестокий балаган. Я думаю, те, кто с этим сталкивался, понимают, о чем я. Поэтому это, конечно, очень грустно. И жаль, что такие проблемы пока что никак не решаются. И есть всякие там спецшколы. Но по сути, как я поняла, это тоже не то чтобы выход. Потому что особые дети, вообще особые люди, они должны расти все-таки в обычном социуме. Это тоже не совсем здравая история. Создавать какую-то отдельную особую ячейку для детей с особенностями. Ну, я не знаю, как-то в развитых странах эти проблемы решаются. Но мы пока что к этому не пришли. Тетя называет меня депрессивным челиком из-за того, что я как-то раз нарисовал чертенка из «Ночь перед Рождеством». В общем, я ей теперь не доверяю. Каждый раз, когда она видит что-то по типу чертят и призраков в моем скетчбуке, начинается лекция о том, как не попасть в ад. Всю жизнь слушаю советы «Как не попасть в ад». И очень надеюсь, что когда-нибудь они мне пригодятся. Потому что действительно не хотелось бы гореть в аду за использование белила. Заказали логотип в дарк-тематике. По моему профилю в инсте видно было сразу, что я прохтон, сатану, черепа и прочее. Но смешно то, что от заказа отказались в итоге. А почему? Потому что, о боже, в сторис я взяла голой рукой челюсть лося, которая в тот момент обрабатывалась в перекиси. А, и заказчик решил, что это фу, и я инфантильная. Культура абсурдной отмены и до нас постепенно добирается. Скоро начнется. Я не буду заказывать иллюстрацию мистикал-баттенс, потому что ей не идет черная помада, я так считаю. В любом случае, каждый заказчик имеет полное право выбирать того художника, который ему подходит. Но, если честно, для меня это все равно очень такие странные вещи. Постоянно, знаете, вот этот спор о том, что можно ли делить человека и его искусство. Допустим, какой-нибудь гениальный писатель окажется каким-нибудь тираном, и вот что теперь его книжки не читать или что. То есть такой очень злободневный вопрос, и об этом постоянно все философствуют. Но давайте все-таки видеть какую-то грань, да, между тем, когда человек действительно заслуживает какой-то отмены, хотя самосуд никогда не был хорошим решением. Но окей, если он действительно сделал что-то противозаконное или жестокое, здесь действительно можно еще как-то отказаться и сказать, что нет, с этим человеком он как-то противоречит моим моральным принципам. Но если это какая-то мелочь, то это уже too much. В любом случае, опять же, заказчик сам выбирает, и нет ничего плохого, что человек передумал и отказался заказывать у вас рисунок. Другое дело, что он переходит на какие-то личностные оскорбления. Мне кажется, это неправильно. То есть то, что девушку назвали, обозвали инфантильной и высказали какое-то свое недовольство, мне кажется, это несерьезно. Нужно было просто сказать, здравствуйте, вот так и так мы передумали, не объясняя причины, сказать просто всего доброго, вот так. И все, без каких-то там, ах ты ж, как ты там могла и так далее. Мне кажется, это просто как-то, вот это действительно инфантильно. Мне кажется, не стоило так делать. Ко мне постучался русскоязычный заказчик, такие гости у меня редко. Сначала поинтересовался, говорю ли я по-русски, это нормально. Потом начал задавать разные вопросы, как тебя зовут, а откуда. Отвечала, что это не имеет значения, и пыталась узнать подробности заказа. Попросила стандартный заказ, озвучивать не буду. Я отвечала, что это вполне стандартный заказ, даже типичный. Для удобства я предложила ему перейти в Дискорд, поскольку чат в Девиант Арте очень медленный. Вау, Девиант Арт еще существует. Реально, есть кто-то, кто, ну, то есть активно заказывает что-то на Девиант Арте. Это очень круто. Я сто лет там не была. Там вроде дизайн изменился, да? Надо бы туда заглянуть, посмотреть, как он выглядит. Потому что, по моим воспоминаниям, последний раз я видела Девиант Арт, наверное, лет 10 назад, если не 12, наверное. В Дискорде мужик пошел в разнос, начал задавать личные вопросы, интересоваться, какая у меня фигура, есть ли животик. Там, где я тружусь для мужиков, фигуры плюс сайз, размеров, эталон. Я ему отвечала, вы выходите за рамки общения, заказчик-художник. Я не буду отвечать на этот вопрос. Это очень правильно, надо расставлять свои границы. В итоге, в какой-то момент у меня пропала возможность отвечать ему в Дискорде. Как после я поняла, он удалил меня из друзей. Тогда я пошла обратно на Девиант Арт и спросила, почему он меня заблочил. На что получаю ответ. Мне не понравился ваш тон и стиль общения. Ох, как же я хотела его обматерить, но сдержалась. И в конце он мне написал «Удачи, зайка». В такие моменты я думаю, боже мой, надеюсь, что этот извращенец дойдет до психотерапевта. Но потом я понимаю, что нет, нет, он никогда не дойдет до психотерапевта. Потому что он даже не дойдет до той стадии мозговой, чтобы подумать о том, что может быть со мной что-то не так и мне нужен психотерапевт. Понимаете, как все плохо и плачевно? Короче, надо просто забить и максимально игнорировать подобных персонажей. У нас в школе была очень странная информатичка. В целом неприятная женщина. Она была уже в преклонном возрасте. Главный ее парадокс заключался в том, что она одновременно, как все стереотипно злые бабули, говорила, мол, молодежь тупая пошла, а вот мы-то, а вот при Советском-то Союзе, а вы все в своих гаджетах сидите. Ну, классика в целом. Но при этом постоянно пыталась понравиться ученикам. Ведя себя модно-молодежно, это, конечно, тот еще стыд. Когда пожилой человек использует сленг, сидит в ТикТоке и прочее. Но это было далеко не самое ужасное. Она обожала рассказывать грубые пошлые анекдоты. Очень педагогично. В Советском Союзе тоже так делали. Постоянно оскорбляла разные национальности. Бывало, что и материлась на уроке. Апогеем же стал случай, когда она задала нам сделать рисунок или калаш на тему юбилея школы. Я, понятное дело, совершенно не старалась. Ведь очевидно, что я делаю это для человека с полным осуществом вкуса и каких-то творческих знаний. Когда мы закончили, она стала подходить к каждому и смотреть, у кого что получилось. До меня очередь не дошла, потому что она вдруг остановилась. Вышла в центр класса и сказала, что увидела что-то ужасное в большинстве работ. И чтобы тот, у кого это есть, немедленно это убрали. Она сказала, что красный цвет и узоры нельзя использовать, потому что это напоминает ей Ташкент, где избили ее детей. Сейчас, подождите. Что у нее это ассоциируется с узбеками, а они... Ну, типа, я не буду озвучивать, да? Не самые хорошие люди она имела в виду. Она весь оставшийся урок рассказывала, как они ее вышвыривали из автобуса, как им семьей было негде жить. Еще какую-то ахинею, чтобы мы сию секунду убрали все красные элементы с коллажей. Занавес. На самом деле, очень жаль таких людей, потому что ты видишь, насколько вообще все эти их травмы не проработаны, насколько они вообще не совладают с собой. И вот когда ты видишь такого персонажа, ты понимаешь, что вот ты явно не хочешь становиться таким человеком. Но, по крайней мере, у меня так. То есть это, наверное, первая и вообще основная эмоция и мысль. Когда я вижу такого человека, я думаю, боже, я сделаю все, чтобы не стать такой. Я сделаю все, чтобы быть вообще вменяемым человеком и понимать, что со мной происходит и почему есть какие-то триггерные реакции для меня. То есть это явно сработало для нее как триггер, но она за столько лет жизни ничего с этим не сделала. То есть она никак это не проработала, не переосмыслила. И вот во что это вылилось. Это очень страшно. Это говорит о том, что нужно следить за своим ментальным состоянием, за своими травмами и так далее. И вообще отдавать себе отчет, в каком психическом состоянии ты находишься и что ты вообще делаешь. И, конечно, это вдвойне страшно, когда это еще и педагог, когда это преподаватель, который что-то транслирует своим ученикам. Давайте хоть одну какую-то более-менее забавную историю, это как-то совсем все грустно. Вспомнила, как в началке мальчик просто так по приколу взял мою тетрадь и измазал ее соплями. Он явно ожидал, что я буду злиться, но я поржала, потому что это был не скетчбук, а нафиг мне не нужна тетрадь по математике. Он даже расстроился, что это не произвело на меня впечатление. Это было очень смешно. Мальчики и флирт. Как понравится девочке? Измазать ее тетрадку с соплями. Спасибо большое, что это именно матан. Большое спасибо за ваш просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте флорить все остальные соцсети. Это сейчас очень важно. У меня есть телеграм, большой паблик в ВК. Пожалуйста, подписывайтесь на них. Все ссылки я оставлю для вас внизу в описании под этим роликом. Всем пока!